Это моя будущая жена. Проводишь меня до участка? Конечно. Мэг, мы с тобой ещё увидимся. Спасибо. Ты спас мне жизнь. Пустяки. Ну как ты? Мне нужен совет друга. Рикардо нашёл у меня тест для определения беременности. Но я не беременна. Он, наверное, испугался. Зачем мне заниматься сексом с человеком, которого до смерти пугает сама мысль, что я могу забеременеть? Ради удовольствия. Ты называешь это удовольствием? Сколько времени вы вместе? Пять месяцев. Пять месяцев. Для Рикардо это будет рекорд. Что со мной происходит? Ты думаешь, он тебя любит? Я не знаю. А Рикардо способен любить? Ты знаком с ним дольше, чем я? Он говорил, что любит тебя? Да. Но я не думаю, что он говорил это только мне. Ну а ты? Ты его любишь? Я знаю, что со мной давно такого не было. Это меня страшно пугает. Страшно. Не прикасайся к моей девушке. Привет, Рикардо. Прими мои поздравления. Пола сказал, что ты теперь детектив. Спасибо. Мне пора. Не буду вам мешать. Мы еще поговорим. Счастливо. Удачи. До встречи. Пока. Рикардо. Нет, это я, Кэсси. Привет. Кэсси. Боже, я, наверное, ужасно выгляжу. Нет. Ты выглядишь отлично. Ну да. Знаешь, я так тебя сочувствую. Я знаю. Молодчина, Рикардо. Просто герой. Он поклялся найти тебя и нашел. Это похоже на бред, но все время, даже в этом проклятом фургоне, задыхаясь, я думала о нем. Мне казалось, что он где-то рядом. Что он говорит мне, держись, только не умирай. Я приду и спасу тебя. Олэ, никакой это не бред. Нет. Нет. Такова сила любви. Когда люди так любят друг друга, сильнее ничего на свете нет. Ничего. Привет. Ну, пожалуйста. Спасибо, Кэсси. Я посижу. Выпьешь кофе со мной? Конечно, спасибо. Я не против. Может, присядешь? Да, спасибо, с радостью. Предупреждаю, сейчас я не самый лучший собеседник. Я видел, как ты сидела, пока ждал заказ. Судя по виду, тебе нужна компания. Пола, что случилось? Это Рикардо. У нас все было так хорошо. Вы не расстались? Нет. Но я только что узнала, что он был с другой женщиной в ночь, когда меня похитили. Он клянется, что между ним и той женщиной ничего не было. Кто она? Он говорит, что даже не был с ней знаком. Они встретились в баре, разговорились. Он проводил ее. Может быть, если бы он не провел с ней так много времени. Не хочу думать об этом. Рикардо сам сказал тебе об этом? Нет. Габи рассказала. Она видела их вместе той ночью. Не могу поверить, что они все это время знали. Я чувствую, что меня предали. Мне жаль Пола. Я хочу поверить Рикардо, но почему он не рассказал мне раньше? Кейси, ты думаешь, Рикардо мне лжет? Не ставь меня в трудное положение, Пола. Ты же знаешь, у Рикардо репутация бабника. Но я думала, это все в прошлом. То есть, каким он был со мной в последнее время. Я думала, он изменился. Я тоже так думаю. Пола. Даже если Рикардо провел с этой женщиной так много времени, он пришел к тебе домой той ночью, чтобы жениться на тебе. и я видел, как он мучился, когда ты пропала. Он был как безумец, ищущий тебя. Что ты хочешь сказать? Как твой неофициальный брат, хочу, чтобы ты знала, что я готов убить Рикардо, если он причинит тебе боль. Но думаю, в этот раз он говорит тебе правду. Думаю, что он изменился из-за тебя. Давай, расскажи мне, как продвигаются ваши отношения с Рэй? Никак. Кейси, ну же, как твоя неофициальная сестра, я заслуживаю ответа. Родители Рэй не разговаривают с ней, потому что она лгала насчет того, что мы женаты. Как это повлияет на ваши с ней отношения? Дело в том, что Уэй Ли пытается снова влезть в ее жизнь, пытаясь помочь ей помириться с родителями. А если он поможет, ей оставят вас двоих в покое? Все не так просто, Пола. Рэй начала задумываться, что если бы она не порвала с Уэй Ли, ее ссоры с родителями не случилось бы. Может, она сейчас просто расстроена? Думаю, ей кажется, что если она вновь сойдется с Уэй Ли, все нормализуется. И что ты намерен предпринять, Кейси? Пока не решил. Знаешь, если бы я был уверен, что Уэй Ли действительно любит Рэй, я бы отошел в сторону. Но я думаю, что Уэй Ли просто манипулирует. Потому что любит ее? Потому что ненавидит проигрывать. Кейси, ты тоже не любитель проигрывать. Никто этого не любит, Пола. Но я верю, что Рэй любит меня. Однако, стоит нам сблизиться. Как старина Уэй Ли появляется и портит момент. Такое чувство, что у него камера слежения по всему дому. Послушай, Кейси, если Рэй та единственная, не важно, что делает Уэй Ли, за нее стоит бороться. Наверное. Уверена, что открытая, честная любовь в конечном счете победит все манипуляции. Держи, Кейси. Спасибо, Джефф. Вот, держи. Там должно хватить. Мне пора. Я прогуляюсь с тобой.